Всем привет, друзья! Немножечко подразгрёг. Здесь завал, покосил траву. Здесь перед домом убрал. Сейчас покажу. Яма говнищем каким-то зарастает. Вот это надо будет что-то отцу отдать на дрова, попилить что-то, я не знаю, выбросить. Вот. Тут под орехом покосил. Вчера из дома выкидывал канистры всякие, все барахло. Под шатер пока складывал. Здесь траву выкосил. Сейчас. Такая вот делянка небольшая. Яма засыпется, конечно, намного больше участок будет. Но пока так. Вот. Внутри дома маленькой звеной вчера вечером порядок поднавели. Надо гипс доклеивать. Меня уже подкидывает от этого слова гипс. Что-то мне прям не нравятся эти работы с гипсом. Вот. Еще шпаклевка. Вот здесь вот. Завал же всякий был. Я вчера убрал, все отмыл. Блоки, которые здесь стояли, ступеньки из них сделал. Вот такая вот отмосточка. Есть. Так вот. Сейчас. Что внутри. Чуть-чуть совсем вчера порядочек поднавели. Канистры повыкидали, да все. Здесь маленький картон этот выкинули, который здесь был. Вот. Теперь надо пену поверху обрезать. И начинать приклеивать гипс. Начинать заканчивать. И вот сюда кусочек. Вот сюда. Короче, сейчас буду вот этим заниматься. Надо уже доделывать. Дошпаклевывать. И переезжать уже не могу. Уже все. Уже надо прям. Прям надо. Поклеил верха в комнате полностью. Все. Все. Осталась только шпаклевка с этой комнатой. Ну, окно вырезать там это все мелочи. По поклейке гипса все закончено. Вот это будет дорабатываться, доделываться, когда уже дверь установится. Основные нюансы все закончены. Завтра, наверное, займусь вот эту комнату. Здесь все убрать. Короче, надо тоже подмести. И тоже поклеить все, что поклеится. И начинать шпаклевать полностью оставшееся все. Короче, надо будет с женой вдвоем, наверное, не знаю, как-то. Учиться шпаклевать. Дядя Саня показал, как это все делается. В принципе, более-менее понятно. Вот углы такие ровные, хорошие. Но это все на первый раз. Еще на раз надо шпаклевать будет. И все будет четко, короче. День следующий я навел порядок уже в комнате. Все вытащил. Здесь чистота пропылесошена. Все четко. И сейчас буду клеить вот эти верха. И вот дверной проем доделаю. Думаю, что за пару-тройку часов я управлюсь. И можно будет уже окончательно приступать к шпаклеванию. Вот так вот прикручиваю по одному листу. Там прикрутил. Всям прикрутил. Точнее, тут приклеил, не прикручивал. Там пенопласт везде. Здесь прикрутил. Здесь сейчас прикручу. Здесь приклею. И огрызочки останутся сюда вклеить. Сюда огрызочек. И здесь тоже огрызочек будет. В общем, пару огрызочков. А, да, и на дотком вот этот тоже огрызок сейчас вклеим. Вот. И с гипсухой практически покончено. Все закончил. Все поклеил. Все четко, чинно, мирно, благородно. Со спальнями закончено. Осталось с балкой вопрос порешать. Как ее обшить гипсом еще пока не знаю. И вот это не знаю, когда обшивать. Когда дверь входную поменяю или сейчас. Пока еще не определился. О, белка приехала. Спасибо за мороженку. А ты что, на мотоцикле кататься собралась? А что, косички вплела? Ты на тренировку с ними делал? Угу. Все, я дошли. Валя, селырнун. 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 Коза с рогами. Вот. Все. Готово. А чтобы гипса побольше запихать туда, для штукатурки. Это не штукатурка гипсовая. Какого гипса? Какого гипса? А что опять от носа полешили? Что опять? Я его вообще не трогал. Надо вырезать. Бери нож, режь. Не, не, не ровно. Я тоже ровно не умею. Вот, видишь, как я умею? Ты бери этот уровень. Покажи, как надо. Ну, по уровню ножичком проводи. И тук, и все. Вон, уровень лежит. Вон, ножичек. Ну, ну, ты в этого и все. Я не поняла. А где же чашка, которую я тебе дарила? Какая? Какая? Она там, под навесом. Что-то мне почему-то было лень. Я вообще ничего не снимал. Тут такое произошло вчера. Как бы, вот эта стремянка, она алюминиевая. У нее заклепочки расшатались все. И вот эта ступенька отломилась. Короче, я грохотнулся с нее. Бит он башка ударил, совсем глупый стал. Вот, ноги там поцарапал, ободрал. Ну, не суть, как бы не жаловаться, да? Сейчас будем просто... Сейчас, вон, заклепки валяются все. Поменял, отремонтировал стремянку. Теперь она не шатается. Как бы, вот раньше не хватило ума это сделать. С женой вдвоем зашпаклевали полностью всю комнату вот эту. Осталось зашкурить ее, и можно клеить обои. И почти всю вот эту комнату зашпаклевали. Но после того, как я упал, мы уехали домой вчера. Вот. Сейчас надо ее доштукатуривать. Ну, в смысле, дошпаклевывать. Не знаю, как это там правильно называется. Вот. И что еще сделал? Ну, вот так у меня выключатели в комнатах висят на проводах. Я, значит, вставил вот сюда выключатель на монтажную пену. Приклеил там внутри стены. Держится вообще зверско намертво. Это в зале включать, выключать свет. Вот он с розеткой. Потом здесь вот так выключатель с розеткой. Но это провода времянки. А вот я туда уже вставил. Но он еще не подключенный. То есть провода все выведены там в щиток уже. Но не подключены. То есть получается вот этот сделал. Сейчас, наверное, займусь все остальные выключатели. Повтыкаю во всех комнатах, чтобы все было по феншую. И надо будет замешивать и начинать дошпаклевывать вот эту стену. В принципе, дошпаклюю эту стену. Можно будет ехать в Леруа, выбирать какие-то, покупать обои. Ну, здесь тоже верха все дошпаклевать надо. Но это все я за один заход, наверное, сделаю. Вот. А ехать в Леруа, покупать какие-то обои. Потому что надо, чтобы переехать, как минимум в двух комнатах обои поклеить. Что-то мы так решили, чтобы потом не перетаскивать ничего. То бишь, это вот здесь вот в нашей спальне надо поклеить обои. Какие-нибудь. Но надо клеить сразу такие, которые на постоянку будут, чтобы потом не переделывать. И вот здесь, где будет стоять диван, вот этот угол, тоже надо обоями поклеить хотя бы. Хотя бы его. Вот эту стенку жена хочет под кирпичики. Обои в Леруа, в принципе, присмотрели. Все ок. А, еще не помню, показывал или не показывал. Я балку с картоном заклеил всю. То есть, снизу только не заклеил, потому что она кривая. Пока еще не придумал, как. А здесь все четенько, все нормально. Вот. В общем, прогресс налицо, так скажем. Башка не соображает. Погода сегодня какая-то такая тухлая. Дождик идет. Не суть. Что-то я уставший какой-то на последних всех видео. Не эмоциональный, не веселый. Но уже скоро, наверное, через недельку мы уже сюда заедем жить. И дела пойдут чутка побыстрее. Не помню, что я уже показывал, что нет. Тут на два дня что-то приболел. Между ребер здесь как схватило. Короче, невралгия, межреберная, правосторонняя какая-то. Два дня вообще дышать не мог. Больно было. Сейчас вот более-менее. Сегодня что сделали. Сегодня интернетную тарелку повесили мне. А вот. Wi-Fi роутер купили. Поставили. Сейчас. Интернет в дом провел уже. Потом сегодня сделал подрозетники все. Выключатели все уже давно поставил. Наверное, показывал. Все подрозетники просто на монтажную пену, короче, вклеиваю. Вот так она торчит везде. Монтажная пена. Как бы просто на монтажную пену. Без ничего. Вставил на нужную глубину и припенил. Сейчас лишнюю пену надо срезать. И как бы все. Должно держаться крепко. Никуда не денется. Короче, весь дом на монтажной пене. Вот они все подрозетники. Все нормально. Сейчас мы с женой зашпаклевали полностью всю комнату. Вот. Весь верх зашпаклеванный. Зашпаклевали еще. Не знаю, показывал. Нет, не помню. Вот эти комнаты две с женой полностью. Вот они полностью готовы. Вот. Все нормально здесь. По-человечески. Вот. И, собственно, сейчас я по-быстрому сшоркаю. То, что там шишки какие есть. С сороковой наждачкой. И, наверное, будем обои клеить. Ах, да, еще мы обои съездили в Лерой Мерлен. Купили флизелиновые вот такие вот обои. С рисунком. С рисунком. Короче. Идеал надо было бы. А под обои ровненько, гладенько пойдет. Даже в респираторе был. Все равно пылью надышался. Я уже думал, начинать обои клеить можно. Вспомнил, что надо потолок в белый покрасить. Жена хочет, чтобы потолок был белый. Сейчас буду разводить краску, в общем. И валиком надо закатать потолок в белый цвет. По-быстрому. Парарам. На один раз покрасил. Лампу пришлось демонтировать на некоторое время. Так выглядит. Просыхает, просвечивается пятнами. Надо еще на раз. Сейчас там написано межслойная сушка. Один час. Сейчас хотя бы еще минут 30 прошло. Сейчас минут 10 еще подожду. И еще на раз покрашу. И хватит. Так как это времянка все равно. Дальше будут натяжные потолки. Уже лучше. Посветлее в комнате будет. Продолжение следует. Что ты делаешь? Я держу обои. Ты сейчас там еще снимаешь. Тебя снимаю. Жена, ты с тобой. А кого мне снимать? Проституток ты не разрешаешь снимать. Только тебя. Что ты все палево. Когда мать приедет, будет высыхать. В общем, что потолок я покрасил. И мы уже поклеили две стены практически. Вот. Время пол пятого утра. У нас даже таки неплохо получается. Даже вот стык видите? И я не вижу. А он есть. Я не знаю. Невозможно найти. Если с микроскопом разглядывать. Только так. Просто их не видно стыки. Клеим. Профессионал. Завтра будем клеить вот эту стену. И вон ту стену. Но там обои будут попроще. Они будут без стыков. Ну как. Без подбора рисунка. Поэтому будет клеиться все. Тяп-ляп. Пушка, ракета, гонка. Продолжение следует. Ну вот, друзья. Вот так мы с женой поклеили обои. Вот с этим углом мы его потом доклеим из кусочков. Сейчас надо, чтобы высохли сначала. Сначала приклеились нормальные обои. Потом здесь. Там в том, что потом натяжной потолок делаться будет. Это не знаю еще как здесь шкаф будет. Вообще это потом обыграется. Все как-нибудь еще не придумал. Но так. В принципе без косяков. Все отлично. Покрытие гладенькое. Стены ровные. Нигде никакой кривизны не видно. Все просто кайфово. Не знаю как на камеру, а вживую выглядит классно, конечно. Вот так вот. Можно уже осталось линолеум прикупить. И можно будет скоро заезжать в комнату. То есть получается линолеум постелить. И можно в принципе переезжать уже будет потихоньку. Мелочи с сантехникой какие-то делать. И уже можно будет здесь жить и продолжать дальше делать ремонт. Вот такое видео получилось. Долго я его снимал. Но тем не менее процесс идет. Хоть медленно, но уверенно. Движется работа. И это хорошо. Вам я желаю огромной удачи. Здоровья родным и близким. И до новых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok